Здравствуйте, мои хорошие! Ну, наконец-то мы начали с вами обучение. Это уже третий курс. Два курса есть уже готовых. Там по 10 песен, по 10 пьес. Они уже существуют, их уже люди опробовали, знают, уже поделились своим мнением, насколько им удобно, комфортно. И мы начинаем с вами сегодня третий курс. Начнем мы изучать марш славянки. Знаем такой? Нет? Не знаете? Очень сильный марш. Марш, под который... Даже не знаю, как сказать-то. Он такой патриотичный, он такой сильный. Я думаю, вы его все прекрасно знаете. Все его прекрасно слышали. Давайте я немножечко сейчас наиграю. вам его. А потом мы начнем урок. Хорошо? Знаем? Вот этот марш мы сегодня и начнем с вами изучать. Поэтому бегите, пожалуйста, за аккордеоном. Или берите его, уже сразу одевайте. И подставляйте ближе стульчик. И очень подробненько смотрите, где, что, какую нотку нажать. А я вам буду сейчас показывать. Итак, начинаем учить марш славянки. Он у нас будет состоять из четырех частей. Первая часть маленькая, это вступление. И потом еще три примерно одинаковые части. Начинаем учить вступление. Начинаем учить вступление. Оно у нас совсем-совсем коротенькое. Начинается с нотки Ре. Ре находится между двух черненьких клавиш. Вот здесь. Далее нотка будет Си бемоль. Чёрненькое. Ля. Соль. Ми. Фа. Ля. Ми. Фа. Ре. Всё. Вот такое у нас вступление. По длительности звучит так. Попробовали? Ещё разочек давайте. Нотка Ре. Ре. Длинная нотка. Си бемоль. Рядышком Ля. Ещё рядышком Соль. Через нотку Ми. Рядом Фа. Через нотку Ля. Ми. Фа. Ре. Теперь давайте добавим левую руку. На ноту Ре мы здесь ищем Соль минор. Помним, да? До. Это та клавиша, нотка, пимпочка, пуговочка, которая с дырочкой. А Соль находится выше. Соль. Если мажор, то это рядышком. Если минор, то это через одно. Мы берём Соль минор. На каждую нотку, на каждую нотку вот Ре и Соль минор. Дальше на нотку Ля мы берём Ре минор. Это чуть-чуть выше поднимаемся. На одну. Получается так. Дальше у нас в правой руке идёт Соль ми. Возвращаемся опять на Соль минор. Получается так. Ре, Си, Моль, Ля, Соль, Ми. И опять возвращаемся на Ре минор. Фа, Ля. Поднимаемся выше на Ля септ аккорд. Целиком звучит так. Сейчас мы будем с вами учить марш славянки только бас и аккорд одновременно. То есть, вот видите, да, я играю и бас, и аккорд одновременно. Можно, конечно, сыграть. Да? По-другому звучит. Но мы первый раз будем играть с вами бас и аккорд одновременно. Бас, аккорд одновременно. Соль минор. Соль минор. Дальше Ре минор. Опять Соль минор. Ре минор. Ре минор. И Ре минор. Все. Вступление выучили. Давайте еще разочек закрепим. Все. Итак, начинаем основную часть марша славянки. Начинается она с нотки Ля. Ля. Дальше Си бемоль рядышком, черненькая клавиша. Через нотку вниз. Еще разок. Ля. Си бемоль ля. Через нотку вниз опустились на Фа. Фа. И две нотки подряд. Ми Ре. Дальше рядышком До диез. Черненькая клавиша. По порядку. Ведем вверх. Ре ми. Опять повторили. До диез. И Ля. Ну вот уже почти выучили первую часть. Еще разок. Ля. Си бемоль. Фа. Фа. Фи. Ре. До. Ре. Ми. До. Си бемоль. Если названия, которые я говорю, для вас пока не знакомы, не зацикливайтесь, пожалуйста, на них. Какие названия я говорю. Нотки, диезы, бемоли. Вы потихонечку привыкнете потом к ним. А сейчас больше обращайте внимание крупным планом, какую нотку я играю. То есть вам зрительно должно быть видно. Еще разочек. Ля. Рядышком черная. Си бемоль. Вернулись на Ля. Через нотку вниз. Фа. И по порядку. Ми. Ре. Черненько рядышком слева. До. Ес. Ре. Ми. До. Ес. Ля. С левой рукой на Ля си бемоль мы играем здесь Ля септаккорд. Помним, да, вот тут у нас Ми, это тоже нотка с дырочкой, а под ней Ля септаккорд. И когда мы второй раз Ля играем, мы уже опускаемся на Ре минор. Гитарчик, повторяем Ре минор. Смотрите, как получится. Ля септ один раз, потом Ре минор несколько раз и опять Ля септ. Считайте. Ре минор. Ля септ. Сколько получилось? Вначале один раз Ля септ. Потом четыре раза Ре минор. И потом опять вернулись на Ля септ. Тоже будем играть четыре раза. Вторая часть. Первой части. Тоже начинается так. Ля септ муль ля. То есть абсолютно одинаково. Ля септ муль ля. Дальше Соль диез. Это рядышком с Ля слева. Черненькая. Черненькая между трех. Вот тречерненькая средненькая. Вот она Соль диез. Ля. Дальше прыгаем вверх на нотку Ми. Ми. Рядышком Фа. И подряд опускаемся. Ми. Ре. Звучит так. Вместе с левой рукой. У нас там был Ля септ аккорд. И мы его четыре раза повторяем. И Ре минор. Опустились вниз. Тоже четыре раза. Вообще не сложно. У нас здесь идет Ля септ. Ре минор четыре раза. Потом опять Ля септ четыре. Потом еще раз Ля септ четыре. И Ре минор четыре. Не сложно? Думаю нет. Мы практически находимся на Ре миноре и Ля септ аккорде. Итак, играем первую часть. Звучит? Звучит. Те, кто потом захочет выучить сложнее, там будет аккомпанемент сложнее. То есть вы будете разбивать бас-аккорд, бас-аккорд. Будет звучать вот таким образом. Посильнее немножко, да, звучит? Но для начала не обязательно разбивать левую руку. Можно играть просто бас-аккорд одновременно. Те, кто хочет еще усложнить, вы можете сразу добавлять еще аккорды в мелодию. То есть играть не одну мелодию, типа вот так. А играть сразу с аккордами. Звучит, конечно, насыщеннее. Но для первого раза, я считаю, достаточно сыграть только одну мелодию и более простой вариант левой руки. Давайте еще разочек повторим. Готовы? Так, вступление помним. Давайте я вам его напомню. Вторая половина первой частью учим. Мы закончили на нотке Ре. И с нее же начинаем. Ре, ДО, ДИС, МИ, РЕ, СИ, МОЛЬ, СОЛЬ. И возвращаемся по этим же ноткам. Еще раз. Ре, рядышком ДО, ДИС, черненькое. Ми. Опять нотка Ре, СИ, МОЛЬ, СОЛЬ. И возвращаемся, СИ, МОЛЬ, РЕ, ЛЯ, через нотку, через нотку. В левой руке у нас будет СОЛЬ, МИНОР. Когда мы сыграли Ре, ДО, ДИС и на нотку Ми, у нас тут будет СОЛЬ, МИНОР. Ре, ДО, ДИС, МИ, РЕ, СИ, СОЛЬ, СИ, РЕ. То есть СОЛЬ, МИНОР мы четыре раза повторили. Еще разочек. И переходим вверх на Ре, МИНОР. И концовочка первой части. ЛЯ, СИ, МОЛЬ, ЛЯ, ДО, ДИС, ЛЯ, МИ, РЕ. Еще раз. ЛЯ, СИ, БЕМОЛЬ, ЛЯ, ДО, ДИС, ЛЯ, МИ, ФА, РЕ. В левой руке мы переходим на ЛЯ, СЕПТАККОРД. То есть сыграли ЛЯ, СИ, БЕМОЛЬ и на ЛЯ, ЛЯ, СЕПТАККОРД. Тоже четыре раза. И на последнюю нотку Ре вернулись в Ре МИНОР. Так, а теперь давайте сначала с самого СОВ-вступления. Готовы? Медленно играем. ГОЛЬ, СИ, БЕМОЛЬ, ЛЯ, СИ, БЕМОЛЬ. Молодцы! А теперь учим припев. Начинаем с ля малой октавы. Ля, 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 ля. Не сложно, правда? Это уже половина припева. Давайте еще разочек. Ля, 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 ля. А теперь с левой рукой на нотку ля на первую. Играем ля септаккорд. И дальше ря минор четыре раза. 1, 2, 3, 4, ля септ, 1, 2, 3, 4, продолжаем, и ре минор, не сложно, то есть мы сыграли 1 раз ля септ, потом 4 раза ре минор, 1, 2, 3, 4, потом опять поднялись на ля септ, 4 раза сыграли, 1, 2, 3, 4, еще раз повторили, 1, 2, 3, 4, и вернулись на ре минор вниз, 1, 2, 3, 4, повторяем, ля, фа, ми, ре, ми, ре, ля, ми, ре, и вторая половинка, ля, ре, ми, ре, соль, по порядку, соль, ля, си, ля, ми, ва, ми, ре, еще разочек, ля, ре, ми, ре, соль, соль, си, ля, ми, ва, ми, ре, с левой рукой, на ля, ре мы продолжаем играть ре минор, ре, и на нотку соль, вот здесь, играем соль минор, 4 раза, дальше поднимаемся вверх на ля септ, правой руки у нас ля, и на последнюю нотку ре играем ре минор, так, а теперь давайте попробуем весь припев соединить, ля, фа, готовы? В левой руке ля септ, а потом ре минор, А теперь с самого начала, вступление короткое, первая часть, вся часть и припев, и у нас останется еще одна часть, тем, кому будет сложно запоминать вот столько много, может и третью часть не учить, но я ее покажу, она не так сложна, просто ноток получается уже как бы много, давайте попробуем с самого начала, вступление, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Получилось? Давайте сейчас попробуем это же самое сыграть, но усилим левую руку, то есть те, кто может, мы разобьем левую руку на бас-аккорд. Помним, да, мы играли, допустим, мы играли, допустим, бас-аккорд вместе, а сейчас мы будем играть, вот, бас-аккорд вместе, а мы сейчас будем играть по отдельности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И когда заходите, вы можете чередовать этот бас-аккорд, или с нижним, или с верхним, в зависимости от того, что у нас тут септаккорд, минор или мажор. Те, кто умеют, молодцы, делаем сразу. Те, кто еще пока не может, играйте так, как мы сейчас с вами выучили. Готовы? Итак, начинаем с самого начала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, начинаем с самого начала. Вступление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok То есть вы поняли, левую руку вы можете играть и легко, и сложно. От этого марш не звучит хуже. Он звучит прекрасно в любом варианте. Вот смотрите, еще разочек сыграю. Просто портами. Замечательно звучит. Так, и третья часть этого марша для тех, кто еще дальше хочет заниматься. Готовы? Мы закончили припев. Перепрыгиваем на нотку ля и прыгаем высоко-высоко на нотку фа. Ля, фа, ре, ля, фа, ми. Ля, ми, до, из ля, ми, ра, ми, рэ. Еще разочек. Ля, фа, ре, ля, фа, ми. Ля, ми, до, из ля, ми, ра, ми. В левой руке у нас будет вначале ля-септ-аккорд на ля-нотку. И потом мы переходим на ре-минор четыре раза. Раз, два, три, четыре. Граем на каждую нотку. Когда играем на нотку ми, мы перешли на ля-септ. И продолжаем ля-септ. И возвращаемся на ре-минор. Еще разочек, все целиком. Готовы? Ну и осталось совсем немножечко. Ля-септ-аккорд на 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 ля-септ. Опять одно на нотку соль, соль, рядышком, вернулись на соль, опустились на фа, прыгнули на ре, далеко. Опять нотка фа, рядышком, фа, ми, черненько, си, бемоль, ля, ду, с, рэ. Потом мы это тоже самое повторим и в конце будет ми, си, бемоль, ля, только до, ди, с, рэ будет не вот здесь, вот внизу, а будет вот здесь, вверху. До, ди, с, рэ, в левой руке мы закончили на ре миноре, ля, си, ля, и на соль минор прыгаем. Четыре раза. Возвращаемся на ре минор. Соль минор, ля, септ, повторяем. Соль минор четыре раза. Ре минор. Один раз соль, ой, два раза соль. Ля, септ, два раза. И заканчиваем на ре миноре. Ну что, попробуем целиком? Готовы? Начинаем. Соль минор в левой руке. И с нотка ре в правой руке. Готовы? И... Готовы? 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас давайте этот марш сыграем с аккомпанементом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовы? Раз, два, три, четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такой прекрасный марш у нас сегодня получился. Ну что, на этом урок наш окончен. Я очень рада, что вы его со мной прошли. Надеюсь, у вас все получилось. Если получилось, пишите мне, пожалуйста, пишите мне, пожалуйста, об этом. Если не получилось, напишите, что не получилось. И мы с вами можем встретиться, обговорить. Пишите в отдел заботы, здесь в Телеграме. И пишите, что конкретно не получилось. Если не получилось. Но я надеюсь, урок так сделан, что должно получиться абсолютно у всех. Пишите, пожалуйста, то, что вам хочется научиться играть. Я очень жду этих ваших сообщений. А вот еще что-то я сейчас подумала. А знаете что? Чем бы вы мне еще очень сильно помогли? Если вам не трудно, конечно. Сделайте, пожалуйста, видеоотзыв о том, как вам эти уроки. Насколько вам комфортно? А может быть, некомфортно? Насколько вам удобно? Или, может, неудобно? Короче, мне очень нужны ваши эмоциональные отзывы, чтобы другие люди тоже захотели заниматься обучением игре на инструменте. Можете помочь? Если сможете, то, пожалуйста, свяжитесь со мной. Пришлите мне отзывы. А я вам с удовольствием сделаю достаточно большую скидку на последующее приобретение курсов. То есть вы мне поможете, а я вам буду помогать. Давайте взаимно. Ну, вот прям очень хочется. Вот реально, отзывы эмоциональные. Вот прям от всей души, чтобы у вас глазки горели действительно. Вот у вас получилось, допустим, какую-то песенку сыграть? Скажите об этом в камеру. Не побойтесь, пожалуйста. А, кстати, если вы боитесь выступать на камеру, то у меня есть еще один канал. Я ссылочку укажу. Да, да, да. Думаю, сейчас где указать. На ютубе или в телеграм. Короче, там и там я укажу ссылочку. Если вдруг вы боитесь выступать на камеру, то я могу провести с вами сеанс. И этот страх улетучится за час сразу. И его не будет никогда в жизни. Честно-честно. Вы даже сможете на этом моем канале, ссылку которую я вам укажу, посмотреть отзывы от других людей, которые уже действительно прошли эти сеансы со мной. И у них вот эти разные страхи. Они улетучились просто. Разные проблемки. Они убегают. Ну, это одна еще из других моих специальностей. Вот. Я очень жду ваши отзывы. Очень-очень-очень. На это все. Я жду вас на следующих уроках. Приходите, пожалуйста. Я вас буду очень-очень-очень-очень ждать. Пока-пока. Пока-пока.